В Ненецком округе подвели итоги Года экологии в России. В честь этого события во Дворце культуры Арктика прошел концерт-акция, в рамках которого наградили лиц, принимавших активное участие в реализации мероприятий Года экологии. Напомню, тема 2017 года была определена главой государства Владимиром Путиным и правительством России для активного решения экологических проблем в стране, вопросов охраны окружающей среды и привлечения внимания общественности к этой проблеме. В нашем регионе одним из значимых событий уходящего года стало создание трех новых особо охраняемых природных территорий – два природных заказника Хайпудырский и Паханческий, а также природный парк Северный Тиман. Как отметил первый заместитель губернатора НАУ Юрий Мурадов, с каждым годом вопросам экологии в России и мире в целом уделяется все больше внимания, и это очень важно, ведь именно от нас зависит, какую природу мы оставим будущему поколению. Для нашего округа это вопрос особенно чувствительный в условиях, когда происходит интенсивная эксплуатация и освоение недр округа, в условиях, когда территория испытывает достаточно серьезную нагрузку, и мы обязаны думать о последствиях такой нагрузки и думать о рациональном использовании ресурса. В год экологии силами различных ведомств и предприятий округа на территории Наринмара и поселка Искателей утилизировано 56 свалок. Это около 30% от общего числа мест размещения отходов, выявленных с помощью общественной информационной системы ОНФ «Карта свалок». Также в текущем году проведена работа по очистке береговой полосы и акватории бассейна реки Печора в границах Наринмара и поселка Искателей от брошенных плавательных средств и объектов металлического лома. Всего утилизировано 35 судов, это порядка 40% от выявленного количества объектов. Я не буду повторяться о тех достижениях, которые мы достигли в 2017 году. У нас не меньше планы на 2018 год, а, наверное, даже и больше. Год экологии сформировал фронт экологических волонтеров, которые логично продолжат работу в год добровольца, которые будут инспектировать наши территории и также будут помогать нам противодействовать нарушениям правоохранного законодательства. В текущем году окружным профильным департаментом были организованы и проведены экологические субботники и акции по посадке деревьев. Нефтяная компания «Лукоэлкоми» провела конкурс тематических детских рисунков «Экология глазами детей». Всего было представлено 225 рисунков ребят из школ и детских садов округа и соседней республики. Я от себя лично и от имени генерального директора «Лукоэлкоми» Акшановича Лефеда хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли участие в этом прекрасном творческом конкурсе и победили. Хотелось бы выразить признательность и благодарность за вашу отзывчивость. В рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурса рисунков. Большинством голосов в титул гран-при получили 25 учащихся, среди которых 5 человек – жители поселка Искателей и города Наринмара. Под занавес выходящего 2017 года подводили итоги не только года экологии в России, но и года добра. Именно эта тема по результатам опроса жителей округа стала самой популярной. Следующий год в Неницком округе объявлен годом оленеводства.